Эти 20 ребят приехали в Бурятию из Старобешевского района Донецкой Народной Республики. Ближайшие две недели расписаны практически поминутно. Будут и учиться, и отдыхать. В первый день после приезда гостям показали главные достопримечательности столицы республики. Нам уже успели провести экскурсию по храмам по главной улице Центральной Улан-Удэ. Заполнился больше всего доцент. Мы успели уже в Асториуме пройти урок по дизайну, позаниматься. Нам показали экскурсию по Асториуму, рассказали, что и как будет проходить. Все школьники учатся в инженерных классах, поэтому в Центре Асториум большую часть времени они проведут в научных лабораториях. Ребята пройдут курс робототехники и моделирования. Нам выпала просто большая честь как раз приехать сюда, в эту прекрасную республику Бурятия, для того, чтобы познакомиться с культурой этого народа, в то же время расширить свои знания, поделиться своим, может быть, опытом, который у нас есть. За время пребывания в Улан-Удэ молодые люди посетят несколько музеев и библиотек, бурятский научный центр, БГУ, самую большую школу в ДФО номер 8 и много чего еще. Но глава Бурятии попросил обязательно показать юной делегации авиазавод. Мы делаем лучшие в мире, в 100 странах виза. Если у вас начиняют классы, мы точно не можем запасить. Посмотрим, это все, что интересно. Нам на беременности учебных, может, видимо, что мы будем на готовых классах заводим. Я сам точно понравился, мы готовим его управлять. В Бурятии гости из ДНР пробудут до 15 июля. Перед отъездом домой они четыре дня отдохнут на Байкале. Алина Котова, Баир Дугаров, телекомпания АТВ.